Животные являются вещами в соответствии с гражданским законодательством. Зоозащитники это те единственные люди, которые пытаются эти стаи собак убрать с улиц. Слава богу, мышка в тот же вечер от нас улетела, оставив только хорошие воспоминания и опыт, конечно, бесценный. Привет! Вы смотрите Открытый канал, с вами Саша Найденова. А это мой пятничный гость Елена Григорян, заместитель руководителя благотворительного фонда Зооспас Саратов. Добрый день! Здравствуйте! В субботу отмечается Всемирный день бездомных животных. А сколько это острая проблема для нашего города, региона в целом? Ну, это проблема острая не только для нашего города или региона, это проблема острая для всей нашей страны. Я бы даже сказала, наверное, для постсоветского пространства. Потому что единого законодательства как не было, так и нет не только у нас, но и на Украине, и в Беларуси, и так далее. Поэтому проблема бездомных животных, она актуальна, к сожалению. Как-то ситуация улучшается, ухудшается? Есть ли какая-то динамика? Она никак не меняется, скажем так, есть в отдельных, может быть, там, городах, да, регионах какие-то проблески в связи с действиями отдельных людей. Причем с действиями как отрицательного характера, так и положительного. То есть, вот, например, печально известная история о баровских живодерках. То есть, случился такой инцидент, и всколыхнулась волна по всей России митингов, акций разнообразных, которые требовали чего? Принятия закона. Власти в определенных местах вынуждены были как-то реагировать на все это. Вот, опять же, с муниципальным приютом в Москве случилась тоже такая ситуация, что вскрылись факты, которых не должно было быть, в том числе финансового характера. Вот, тоже вынуждены были власти в других регионах обращать внимание на то, куда тратятся средства и какова ситуация в регионах. Опять же, на местах конкретные волонтеры и организации, и волонтерские организации, и официально зарегистрированные зоозащитные организации. То есть, это люди на местах, которые решают проблему. Вот, человек устал, человек ушел, как бы, целая ниша, непонятно куда делось, животные остались, проблема осталась. Поэтому, ну, скажем честно, в нашей стране это дело, которое на данный момент лежит на плечах энтузиастов, к сожалению. Вы говорите об отсутствии законодательства, а что нужно, какой закон? Посмотрение федерального закона о защите прав животных, вообще об обращении с животными, он в нашей стране уже более 10 лет рассматривается. То есть, он никак не примется даже в первом чтении. То есть, его отклоняют, 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 потому что очень много моментов, которые вступают, интересы различных групп вступают в противоречие друг с другом. Опять же, разрозненные нормы законодательства, которые раскиданы у нас по всему законодательству, по гражданскому праву, по уголовному праву, они тоже должны быть приведены в соответствие, если будет принят этот федеральный закон. А на данный момент у нас животные являются, грубо говоря, вещами. Ну, не грубо говоря, это по факту. Они у нас являются вещами в соответствии с гражданским законодательством. И к ним применяются все нормы в соответствии с этим. И хоть и есть в Уголовном кодексе, у нас 245-я статья о жестоком обращении с животными, вам любой практикующий юрист, адвокат, скажет, что он абсолютно неработающий. Абсолютно неработающий. Поэтому, когда кого-то где-то пугает этой статьей, ну, это просто сотрясание, пустое сотрясание воздуха. То есть нужен реальный федеральный закон, в соответствии с которыми ответственность несли бы все. И люди, которые делают плохо животным, ни в чем не повинным, и чтобы несли ответственность за то, что завели животные владельцы, потому что, ну, давайте прямо скажем, что 80% животных, которые бегают на улице, и которые могут нравиться кому-то, не нравиться, кому-то жалко, их нападают, они там на других животных, на людей, это проблема, созданная человеком. Это проблема, созданная человеком. Бездомная собака, нет такого вида животного. То есть это проблема, созданная человеком. И пока не будет ответственности у владельцев животных за то, что они завели животное, за то, что оно у них бегает, размножается, как хочет и сколько хочет. То есть предлагается какой-то государственной регистрацией, вот я завела животное, государство должно меня контролировать, да? А вот по поводу того, должна быть регистрация или нет, это один из тех спорных моментов, из-за которого, я так думаю, постоянно этот закон пересматривается и не принимается даже в первом чтении. Вот, потому что здесь сразу возникает резонный вопрос, как бы у людей, у владельцев, у кучи клубов, у федераций, о том, что придется, у нас в стране никогда не бывает, что вот всех переписали, а потом какую-то плату, да, какой-то налог для них не придумали, не ввели. Но с другой стороны, во всех цивилизованных странах европейских, где эта проблема более-менее решена, да, как мы любим говорить, что решена, и мы должны взять опыт, у нас уже накоплен достаточно опыт, чтобы уже что-то свое принять. Тем не менее, вот в этих странах все животные, которые не имеют племенной ценности, они, естественно, стерилизованы и кастрированы. И если человек заводит животное и принципиально вот не будет этого дела, стерилизовать и кастрировать, у него уже другие расценки и на то, чтобы животное жило в доме, и на то, чтобы у него ветеринарное обслуживание было. У него совершенно другие цены, нежели с владельцами, у которых животные не плодятся, не размножаются, и потенциально, да, у которого животные репродуктивные функции не лишены, да, они, конечно, должны платить дороже. В нашем городе есть организация Дорстрой, которая в том числе занимается отловом бездомных собак, и как бы власти это позиционируют как такой добрый шаг, то, что это действительно хорошо, что вот животных, но в том числе я встречала в интернете и критику их действий. Как вы относитесь к тому, что они все-таки прямо достаточно часто публикуют какие-то отчеты, вот мы отловили там 500 собак, столько собак, мы их разместили в пункте временного размещения, вы как зоозащитник, что думаете об этом? Давайте начнем с того, что критика дело неблагородное, что критиковать у нас любят все, кто не лень, но что-то сделать могут единицы, поэтому критикуют всех, критикуют Зооспас, критиковали в свое время Рыжий Хвост, критикуют и Мукдорстрой. Мы никогда не были голословными, если уж кого-то критиковать, мы были на муниципальном унитарном предприятии Дорстрой, и хочу сказать, что вот то, что сейчас там животные живут не сильно хуже, чем на любой передержке Зооспаса, например, это опять же, за это надо сказать спасибо, наверное, не муниципальным больше властям, а вот именно той команде ребят, которые там работают. Потому что если вспомнить, что у нас было до этого в городе на муниципальном уровне, когда другая организация небезызвестная занималась собачьим вопросом, то это был просто тихий ужас. Это был тихий ужас, о котором все знали, с которыми потом судились, с которыми выиграли. Ну что надо сказать, когда Мукдорстрой начал заниматься отловом бродячих животных, собак именно, и помещать их в пункт временного содержания, это как раз был закон Саратской области об отлове собак. Мы задали ряд вопросов и муниципальным органам, и в прокуратуру Саратской области, и даже в прокуратуру Российской Федерации писали по поводу того, что по поводу абсолютно нисходящихся, скажем так, статей расходов, которые должен был нести МУП Дорстрой. Ну вот МУП Дорстрой как организация, которая этим занимается, а так в принципе любая организация могла бы выиграть этот конкурс на оказание муниципальных услуг. То есть, что в законе прописаны одни нормативы, а по факту, по факту мы-то понимаем, что собаке это вот не то, что поймал, положил на полочку, она там просидела 12 дней по закону, да, потом обратно положил на место, если она никому не пригодилась. Что это животные, которые хотят кушать, за которыми надо убираться, которых, опять же, по закону, по федеральному, они не могут взять через 12 дней и усыпить, просто потому что их никто не взял. То есть мы им задали опять же ряд вопросов. Вот, во-первых, где деньги на все это, чтобы обратно их развести? Чтобы когда вы поймали, оказалось, что они больные, чтобы их лечить? Там не было ни одной статьи по поводу лечения, вакцинации и так далее. Вот, и нам никто даже в управлении ветеринарии Саратской области не мог внятно ответить на эти вопросы. То есть все наши письма приходили обратно в управление ветеринарии, как одного из инициаторов этого законопроекта тогда еще. И никто нам не мог толком дать никакие ответы. Поэтому мы просто поехали в мобдорстрой посмотреть, как на деле все это реализуется. Животные там живут не в самых худших условиях, все у них нормально. Другое дело, что мы так до сих пор не можем понять, что они делают со всем тем количеством животных, которые, естественно, остаются не востребованы населением. То есть, по идее, они должны 12 дней животных содержать. Опять же, они говорят о какой-то стерилизации. Мы, к сожалению, пока не видели, что в таких объемах, в которых они ловят, они еще их и стерилизовали. И опять же, стерилизация предполагает, что после этого еще 7-10 дней животное должно находиться под наблюдением до снятия швов и так далее. У них по закону только 12 дней. Что с животными дальше, мы не знаем. Мы знаем, что часть наших волонтеров приезжает туда, зная, что срок истекает, и берет как бы собак себе, и затем вот в группе размещаются, пристраиваются и так далее. То есть, такая организация есть, делают. Очень хорошо, что там ребята работают, которые именно с душой относятся к этому делу и понимают, что у них не какая-то муниципальная функция, а что там действительно живые существа, и к ним надо как-то лучше относиться, что ли, я не знаю. Поэтому организация существует, функцию выполняет, по крайней мере, это сдвигает ситуацию с мертвой точки, скажем так. Что будет, если придет другой руководитель? Честно, я не знаю, потому что и в данном законе, и в муниципальных актах, которые на этот счет существуют, к сожалению, очень много лазеек для того, чтобы вот эта вот деятельность, которая направлена на то, чтобы на наших улицах меньше было животных, и меньше нас с вами кусали, меньше какой-то заразы, правильно разносилось. Очень много лазеек для того, чтобы просто закрывать глаза на этих собак и просто делать деньги. К сожалению, вот так. Другая очень актуальная проблема – это нападение бродящих собак на людей. Часто все-таки происходят такие ситуации. Как вы думаете, как можно решить эту проблему? Эту проблему решается точно так же, как и то, о чем мы говорили до этого. То есть, когда что-то такое происходит, я не знаю, с какой модой это все взялось, наверное, с Кобзона, что сразу все начинают обвинять зоозащитников. Зоозащитники – это те единственные люди, которые пытаются эти стаи собак убрать с улиц. Поэтому обвинять надо кого угодно, кроме них. Зоозащитники – это не люди, которые ходят и кормят все подряд шевеляющиеся. Это люди, которые пытаются убрать животных с улиц. Все, кто делают иначе, это псевдо-зоозащитники, если хотите. Поэтому, когда такие ситуации случаются, это очень печально. Но это еще один звоночек, почему власти не должны закрывать на эту проблему глаза. Кстати, как вы думаете, когда собаки уже такие одичавшие, можно сказать, сбившиеся в стаи, им это реально помочь как-то адаптировать, социализировать, приучить к человеку, к дому обычно? У нас практически нет таких мест, где прям вот были дикие стаи. Как правило, опять же, собаки сбиваются в стаи, когда? Когда там есть самка, которая находится в таком периоде, что вот собачьи свадьбы, иначе говоря, чтобы всякими терминами не пугать зрителей. Собачьи свадьбы. Поэтому, опять же, мы просто берем, опять же, эта политика нас зооспаса, мы не кастрируем и не стерилизуем всех подряд. Мы берем именно самок, особи женского пола, их стерилизуем. И все, и как бы интерес со стороны особей мужского пола, со стороны кобелей пропадает к ним. И они уже не будут сбиваться в стаи. Опять же, у них уже нет этого гормонального всплеска. Они уже на гормонах не будут там агрессивно реагировать на людей, которые прошли мимо этой стаи и так далее. Поэтому вот так. Ну, это надо все предотвращать, а не на моменте, когда какая-то огромная стая образовалась и начала там рвать кошек, нападать на людей, что-то пытаться сделать. Тогда это уже серьезная проблема. Это надо решать до того, как стая образовалась, до того, как какая-нибудь бабулька все это прикормила у подъезда. Это же тоже все не происходит как бы одномоментно. Это проблема, которую люди сначала думают, что вот я хороший, я кормлю собачку, потом собачка приносит потомство несколько раз в год. И потом весь дом уже наблюдает, как из милых, хороших щеночков растает стая собак, которые не дают никому ни гулять, ни пройти и так далее. То есть мы это все понимаем. Мы никогда не ратовали за то, что да, давайте кормить все шевелящееся, тащить их в подъезды и ругаться с соседями, которыми эти собаки не дают пройти. Нет. Здесь должен быть разумный подход. И все мы понимаем, что мы живем в человеческом обществе. И прежде всего здесь интересы человека, но, конечно, человека разумного, который не обижает живую природу и пытается жить в гармонии. С докхантером как у нас ситуация обстоит? Я очень не люблю, когда журналисты начинают говорить что-то про докхантеров, потому что, опять же, в связи со всеми теми вопросами, которые мы до этого подняли, у нас в России нет докхантерства как философии. Вот нет, хоть убейте, я на этой позиции буду стоять до конца, пока, не дай бог, не появятся в действительности. У нас есть люди, у нас есть службы ЖКУ, например, да, я не буду там кого-то конкретно называть, которым говорят, что, ребят, вот постоянно приходят заявки, что вот там-то, там-то собака нападает. И они вынуждены что-то делать. Они вынуждены идти и устранять эту проблему. Поэтому они там травят и так далее. У нас есть люди, которым надоело, что вот они выходят, а там бабуля прикормила целую стою собаку. Они, например, не могут ни в детскую площадку выйти, ни к машине своей пройти. И они, опять же, вынуждены как-то эту проблему решать. От того, что как бы такие случаи есть, и их много, по поводу травли животных, убийств и так далее, у нас вот возникает сразу докхантеры, докхантеры. Нет, у нас в России не докхантеры. У нас просто именно проблема того, что есть люди, которые любят, но любят неразумно, и есть эта база животных беспризорных. Есть люди, которые просто хотят нормально жить в своей среде. У нас нет людей, которые вот одержимы вот именно этой идеей, и ходят, и эту философию несут в массы. Нет. Хорошая новость. Все-таки перейдем на что-то такое более позитивное. Ваша организация, сколько лет, кстати, зооспас существует? Пять лет в этом году будет. Большой опыт помощи бездомным животным. Расскажите, пожалуйста, немножко, как вообще все это придумали, как это родилось. И сегодняшний день вы практикуете много очень интересных способов, в том числе сбора таких благотворительных пожертвований, которые больше игру какую-то забавную напоминают. Скажите вообще о вашей деятельности. Ну, наша деятельность не то, что была как-то придумана, она вытекла из того, что были люди неравнодушные к этой проблеме. И сначала мы все в рамках волонтерского движения помогали животным. Потом к нам пришло осознание того, что для того, чтобы получать какую-то помощь на муниципальном, на региональном или на государственном уровне, надо быть юридически зарегистрированной организацией. Наиболее эффективной формой на тот момент нам показался благотворительный фонд. Ну, в принципе, мы сейчас так и считаем. Зарегистрировали благотворительный фонд, ну и стали пытаться как-то более широко нести свои взгляды в массы, пытаться до чиновников что-то донести. Опять же, в конкурсах, грантах разных участвовали. Не всегда, конечно, выигрывали, потому что все равно есть в стране какое-то предубеждение, что вы что там, собакам помогать, когда столько людей. Ну, всегда, всегда есть люди, которым нужна помощь. Но это не значит, что надо бросить кошек и собак и забыть о них. Когда их бегают толпы по улице, мы почему-то не думаем, что вот надо было дать зооспособную стерилизацию, может быть, получше была бы ситуация в городе. А то, что наши акции напоминают игру, в принципе, так, наверное, и было задумано. Благотворительный гаражный распадажа – это наши ярмарки добра, где люди сначала приносят любые свои вещи, отдают организации, билеты какие-то иногда, абонементы тоже. Которые к себе дают, товары какие-то. Все это продается по ценам ниже магазинах, и вырученные средства идут в помощь животным. Такая акция у нас каждый год проходит. День кошек каждый год мы шествием по проспекту отмечаем. Это 1 марта, начало весны, Международный день кошек. Стараемся делать акции осенью, когда день животных тоже в октябре. Для школ стараемся делать накануне, например, Дня космонавтики. Тоже у нас целый открытый урок в этом году состоялся по поводу роли животных в освоении космоса. Потому что как бы Гагарин Гагарином это все знают. А сколько работы именно с ролью животных было проведено, многие не задумываются. Все это стараемся делать именно в такой непринужденной веселой форме. Потому что, как мне кажется, заходя в интернет и на какие-то зоозащитные ресурсы, видишь это огромное количество раненых, больных животных, огромное количество негатива. Что люди выкинули, люди побили, люди там еще что-то сделали с животными. Участие людей это сразу вызывает отторжение. Не в том плане отторжения, что они животных не любят, не переживают. А наоборот, что они очень сильно переживают, они лучше закроют эту информацию, не будут больше никогда к ней обращаться, чем будут каждый день смотреть и переживать. Поэтому, мне кажется, надо все дозированно людям давать, тем более какую-то тяжелую информацию. А приобщать людей к себе, к своей деятельности, к своей философии, именно как-то непринужденно, весело и приятно. Это были какие-то забавные случаи, какие-то необычные животные. Кошке и собаке, конечно, понятно, что-то такое экзотичное к вам попадало. Ну, периодически случается. Например, вот из последнего, буквально недельной давности, к нам попала летучая мышь. Первый раз у нас такое животное, такого вида. И мы, конечно, до конца не были уверены, взрослое это животное, маленькое это животное. Как правильно за ним ухаживать, чтобы оно потом спокойно обратно в природу попало, а не осталось у нас навеки вечной жить. Мы связались с Воронежским государственным университетом. Там оказывается целая кафедра, посвященная рукокрылым. Несмотря на то, что был выходной день, нам полностью дали весь расклад по тому, что как кормить, как держать, если мышка задержится у нас. И мы, конечно, в свою очередь были приятно удивлены, что вот у нас, например, уже стрижи и голуби, это распространенное явление, и уже целый отряд волонтеров есть, которые именно птицами занимаются. А там вот настолько же плотно занимаются рукокрылыми. То есть им пишут со всей страны. Им пишут со всей страны, и к ним даже их высылают, пораненных этих летучих мышек. То есть, ну, удивительно, кому только не помогают в нашей стране, и какие только энтузиасты не находятся. Потому что это тоже энтузиасты, им никто за это не платит. Слава богу, мышка в тот же вечер от нас улетела, оставив только хорошие воспоминания и опыт, конечно, бесценный. Кто еще? Черепахи были в прошлом году, которых оставили в камере хранения в магазине. Ящик был закрыт, что-то там в нем долго шебуршалось, никак никто не приходил, не открывал. И под конец дня уже сотрудники подумали вызывать милицию, потому что вдруг там взрывное устройство. Но вскрыли ящик, оказалось, что, наверное, человек сделал свои покупки, у него какой-то праздник был, и пошел там дальше что-то отмечать, а вот эту свою покупку с сеного забыл и оставил. На попугаев регулярно выезжаем, пытаемся ловить. Был даже такой случай, когда люди очень просили попугая забрать, не потому что они переживали, что с ним что-то случится, потому что попугай летал по дачам, кушал яблочки, сливы и все, что у людей росло и должно было вырасти. И ночью он принимался имитировать сигнализацию автомобильную. Ну, то есть попугай явно жил, на самом деле, как бы в городской среде, и всего вот этого наслушиваясь, улетел и стал вот так вот жизнь людям портить. Они нас очень просили забрать, иначе они сами что-нибудь предприбудут не очень хорошее. Спасибо большое, Елена, за интересный разговор. Желаю удачи вашему фонду, помогайте хвостикам, спасайте их. А у нас сегодня в студии была Елена Григорян, заместитель руководителя благотворительного фонда «Зооспас Саратов». Спасибо большое, не обижайте животных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова